Шеф собрал сотрудников для объявления. Я потерял кошелек. В нем было 2000 долларов. Нашедшему кошелек я дам в качестве вознаграждения 100 долларов. Голос заднего ряда. Я дам 200. Ты че так долго ехал? Да гаишник гад тормознул. Че хотел? Ну че, че? Вечер, пятница. Задавал глупые вопросы и внимательно нюхал мои ответы. Слышал и читал, что такое происходит. Но вот теперь и сам получил смс-ку. Привет, положи мне, пожалуйста, на этот номер 300 рублей. Обязательно верну, Саня. А делать нечего, ответил. Привет, у меня только 500 одной бумажкой. Скинь мне на этот номер 200, а я тебе 500. Жду. Подкатить к девушке на крутой тачке может каждый. А ты попробуй харизмой, обаянием и чувством юмора заставить ее поехать с тобой на троллейбусе. Научитесь никому ничего не рассказывать. Все тогда будет хорошо. Ага, я так от аппендицита чуть не умер. Идет Илья Муровец по лесу. Видит соловей-разбойник. Только странный какой-то. Весь побит, в грязи, зуба свистящего нету. Илья к нему. Соловушка. Кто тебя обидел? Ты скажи, я ему в раз башку снесу. Не надо, Илюша. Сам я свистел, увлекся. Да с дерева навернулся. Идет дальше. Смотрит Змей Горыныч. Тоже побитый весь. Шеи узлом завязаны. Весь в дерьме. Он опять к нему. Змеюшка. Да кто тебя обидел? Я ж его растерзаю. Не надо, Илюша. Это я ночью с ослепу на скалу налетел. Ушел Илья в освоясь. А соловей подполз змею и говорит. Вот ведь гад. Трезвый, так человек человеком. Она жрется, так блин. Не так свистишь, не так летаешь. Субтитры сделал DimaTorzok